Это наша нервная клетка. Она называется нейрон. Это основной структурный и функциональный элемент нашей нервной системы. У человека насчитывается более 100 миллиардов вот таких нервных клеток. Когда вы захотели нажать на просмотр этого видео, сотни ваших нейронов сгенерировали, а затем отдали сигнал и заставили мышцы вашей руки нажать кнопку. Это единственные клетки, способные возбуждаться и проводить это возбуждение в любую точку нашего организма. Посмотрим, как же это происходит, но сначала немного о строении. Нейрон состоит из тела клетки и отростков. Короткие и ветвящиеся отростки, которых много, это дендриты. И всегда только один аксон. Кстати, кто знает, что значит слово дендрит в переводе, пишите в комментариях. Аксон не ветвится, и его длина может составлять около метра. Он только может давать небольшие коллатерали. Помните, как мы постоянно бьемся локтевым нервом? Очень неприятные ощущения, не правда ли? Но вот только локтевой нерв – это и есть отростки нейронов, а само тело клетки лежит вот здесь, в спинном мозге. Посмотрите на длину своей руки. И теперь вы можете представить, какой длины этот самый аксон, наш проводок. А ведь есть еще ноги, и длина этого аксона будет еще больше. Давайте теперь запустим нашу мысль, а то есть импульс, он сродни электричеству. И вот по многим дендритам, смотрите, по многим дендритам идет электрический ток. Он проходит через тело и дальше выходит в аксон. Давайте еще раз. Ток, тело, аксон. А что вот это за паучки, спросите вы? Это швановские клетки. Они создают для аксонов такую электроизолирующую оболочку, подобно изоленте. И благодаря ей увеличивается скорость проведения импульса.